За три летних месяца в регионе были обновлены сотни метров теплосетей, проведены работы в домах и котельных. Чтобы проконтролировать поставщиков тепла, в Госстройжилнадзоре открылась горячая линия. На подготовку к предстоящему отопительному сезону в этом году в бюджетах региона и предприятий заложено более 1 миллиарда рублей. Порядка 10 миллионов из окружной казны выделено для предприятий объединенных котельных и тепловых сетей на капитальный ремонт. Текущие предприятия проводят за свой счет. Сейчас большая часть всех работ уже выполнена. К концу августа ожидают паспорта готовности на котельные. Но своевременные работы иногда не могут обеспечить стопроцентной гарантии. Бывают подрядчики, допустим, земляные работы выполняли. Вот в том году было порядка 6-7-8 аварий. Нам сети повреждали. Вот бывало из-за этого. Бывало где-то утечки. Все же сети невозможно отремонтировать. Их в ПОКе на балансе более 100 километров только тепловых сетей числится. Кроме того, сами котельные, канализационные и водопроводные сети необходимо привести в порядок. Дополнительную проверку готовности к осенне-зимнему периоду в этом году проведет и Госстройжилнадзор. 18 августа в инспекции начал работу телефон горячей линии по вопросам начала прохождения отопительного сезона. С момента объявления отопительного сезона уже тепло должно поступить в дома. Но бывает, что где-то нерадивая управляющая компания не успевает заканчивать где-то ремонтные работы, подготовить систему отопления. И в связи с этим как раз в нашей инспекции будет работать телефон горячей линии. Их, вернее, даже два номера телефона, где мы будем принимать обращение граждан как раз по этим вопросам. Отопительный сезон стартует в регионе после распоряжения глав муниципалитетов. Ориентировочно батареи в квартирах станут теплее в конце августа-середине сентября. Но нередко эти сроки сдвигаются. Согласно нормам, отопление обязаны дать после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет ниже плюс восьми градусов. Если же документ подписан, а радиаторы в квартирах еще ледяные, можно обратиться в Госстройжилнадзор по телефонам горячей линии 2 10 97 и 2 19 33. Алена Валили, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.